Девушки отдыхают О разбойниках, пастухах и рыцарях Почему же не может быть хоть одной сказочки и о почтальоне? Кто из вас, дети, видел, что творится ночью на почте, когда она заперта? Это господин Кольбоба По профессии почтальон Он очень устал, набегавшись сзади Вот он и присел отдохнуть у печки Да и заснул О том, что с ним приключилось Впрочем, увидите сами Батюшки мои, почтовые домовые Ну вот, ящик неправильно обвязан, не по инструкции Вкусно! Два гроша, три гроша, два гроша Ой, ой, щи-щи-щи-щи-щи Я так и думал Снова этот почтальон ошибся на целый грош Надо поправить Ну вот и все, господа Не перекинутся ли нам картишки? Батюшки мои И шокаянные Ой, 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 ой Ну и плохие же у меня карты Хожу с девятки А мы ее багетом Хе-хе-хе А мы у вас два валета А мы ваших валетов Паусам, паусам Позвольте вас спросить, господа малявки Что это у вас за игра? А-а-а, господин Кольбаба Мы не хотели вас будить Но раз уж вы проснулись Садитесь играть с нами Вот вам карты Карты? Хе-хе-хе Не в обиду, будь вам сказано Я вижу одни только недоставленные письма Это и есть наши игральные карты Хе-хе-хе Вы меня простите, господа малявки Но в карте должны быть и семерки, и восьмерки И валеты, и самая старшая карта туз А здесь ничего такого нет Очень ошибаетесь Каждое письмо имеет свое значение Несмотря по тому, что в нем написано Младшая карта Это письмо, в котором что-нибудь врут или выдумывают Первая старшая карта Это письмо, в котором сообщают что-нибудь новое и интересное А самая высшая карта Это такое письмо Которое человек пишет тому Кого любит больше самого себя Но позвольте вас спросить Как же вы узнаете, что в этих письмах написано? Если вы их вскрываете, это никуда не годится Разве можно нарушать тайну переписки? Да, да мы, голубчик, сквозь запечатанный конверт у сдаем Какое там письмо Равнодушное на ощупь Холодное А чем больше в нем любви Тем письмецо теплее А стоит нам домовым сделать вот так И мы узнаем от слова до слова, что там написано Хе-хе-хе Чудеса дай только Но раз уж мы с вами здесь собрались Любопытно было бы узнать Ну, а где же вы живете? А, вот этого мы вам сказать не можем О том, где мы живем Не должен знать ни один человек Почтальон Кольбоба Никому не рассказал о том, что видел Потому что, сами понимаете На почте ночевать не полагается Только с тех пор Ему стало как-то приятнее Разносить почту Господин почместер Господин почместер Письмо без адреса Как бы вручить его по принадлежности? Так-так-так Письмо запечатанное Без адреса И без марки А что же делать? Это письмо такое горячее Наверное, там написано что-то очень важное Поскольку неизвестно, куда отправлять То никуда не отправлять Простите, господин почместер Но с этим письмом Нам могли бы помочь Ну, если господа домовые Помогут нам узнать Что в письме написано Может, мы узнаем Кому оно адресовано Так-так Хожу Так-так А я бью А я? Стойте, стойте А я козырем Ну, кройте Ну, кройте Господин Кольбаба Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ваша взяла У вас червонный туз Вы уверены? Еще бы Ведь это письмо парня к девушке Которую он любит Больше всего на свете Не может быть Не верите? Так я вам это письмо прочту Ненаглядная моя марженка Пышу Пышу Ай-яй-яй Ошибка Тут надо и А не и Пышу я тебе Что получил место шофера Так ежели хочешь Можно справить свадьбу Напиши мне Ежели еще меня любишь Пиши скорее Твой верный франтин Очень вам благодарен Вот это мне и надо было узнать Да не за что Но имейте в виду Что в письме Восемь ошибок Наверное, этот франтик Плохо учился в школе А хотелось бы мне знать Где живет Эта марженка Ничем не можем помочь На этот счет Тут ничего не сказано Ладно Пойду искать эту марженку Хотя бы мне пришлось Весь свет обойти КОНЕЦ Не здесь ли живет марженка Которая ждет письмо От шофера Франтишка Нет Я жду письмо от Войцка И мой жених не шофер А парикмахер Но там я слышала Живет какая-то марженка Не здесь ли живет марженка Которая... Я марженка И моя бабушка марженка Не здесь ли живет марженка Которая ждет письмо От жениха Франтишка Меня зовут марженка Но я давно замужем КОНЕЦ 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 Не здесь ли живет марженка Которая ждет письмо От жениха Франтишка КОНЕЦ Марженка, 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 на морковку! Марженка, Марженка, Марженка! Прошел ровно год и один день, а почтальон так и не нашел той Марженки. Столько дорог исходил, а все напрасно. Садитесь, почтальон. Подвезу. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Скажите, вы не на похороны едете? Нет. А почему вы так подумали? Да потому, сударь, что машина едет так медленно и печально. Машина едет так медленно и печально, потому что я сам печален. Отчего вы такой печальный? Да потому, что я написал письмо моей милой ровно год и один день тому назад. А она мне не ответила. А вас не Франтишиком ли зовут? Франтишком. А ту барышню не Марженкой ли зовут? Марженкой. Так это вы и тот растяпа, что послал письмо без адреса, а? Ах я, Розиня! Да ведь мы летим! Да ведь мы летим! Глядите, Кольбова, она живет вон в том домике, у которого окошечки такие светлые, как вода в рыбнике. А может быть, вы ей сами расскажете, что здесь написано? Ой, да она, наверное, забыла обо мне и ни капельки меня не любит. Добрый день, барышня Марженка! Не платили себе подвенечные шьете? Ах, нет! Это я саван себе шью. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы, барышня, больны? Нет, не больна. Но сердечко разрывается от горя. Скажите, а от чего же оно так болит? От того, что вот уже год и один день, я жду одно письмо. А оно не приходит. А я целый год и один день ношу одно письмо. Это письмо, наверное, не мне. На конверте нет адреса. А вы загляните внутрь. Если оно не вам, верните мне. Ой! Ну как? Вернете мне письмо? Ни за что! Ведь это письмо, которое я ждала! Ах! Ах! Марженко! Ах! Франтишек! Замечательному почтальону Кольбобе! Кольбобе! Дорогой почтальон Кольбоба! Приглашаем вас на свадьбу! Марженко и Франтишек! Вот так, дети, и закончилась эта необыкновенная история, которую мне рассказал сам почтальон Кольбоба. Корректор А.Кулакова Кольбоба Герой Герой Кольбобе! Герой Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok